В Артёмовском городском округе продолжаются дискуссии на тему начала отопительного сезона. Энергоснабжающие предприятия борются со злостными неплательщиками, управляющие компании безмолвствуют, а жители Артёмовского гадают, когда подадут тепло и сколько это будет стоить. Для того, чтобы разрешить эти и многие другие вопросы, в администрации нашего городского округа состоялось рабочее совещание по энергетике. В нём приняли участие представители энергоснабжающих предприятий, обслуживающих и управляющих компаний, городской администрации, и правоохранительных органов и широкой общественности. Было отмечено, что на данный момент тепло начали получать около трети зданий образовательных, медицинских и других общественных учреждений. Работы продолжаются и в жилищном секторе. Если говорить в целом по жилым домам, значит, у нас точно так же, как и по всем остальным объектам, было подготовлено постановление о подготовке к отопительному сезону. Все те мероприятия, которые мы планировали выполнить за счёт средств местного бюджета, по срокам наступившим, они уже выполнены. Из средств, которые нам выделяются областным бюджетом и местным бюджетом, у нас не выполнено буквально несколько мероприятий, они в стадии выполнения. Это мероприятие по котельной в селе Трифоново. Единственная котельная, которая технически не может быть сейчас запущена и не готова. Все остальные полностью приняты и технически готовы. Подача тепла в дома – процесс поэтапный, в котором задействовано много предприятий, работу которых также необходимо оплачивать. Однако жители Артемовского задолжали энергоснабжающей компании весьма внушительную сумму. И сейчас поставщики тепла находятся в весьма щекотливом положении. Общая задолженность по Артемовскому городскому округу составляет 305 миллионов рублей, из которых 180 миллионов рублей – это задолженность управляющих компаний, и 46 миллионов рублей – это задолженность жителей за поставленный ресурс только за прошлый год, то есть за прошлый до пяти сезона. Как вы знаете, мы с апреля прошлого года перешли на поставки ресурсов населению, оказываемый клубу населению, поэтому эти 46 миллионов – это долги непосредственно жителей, которые не заплатили нам за поставленный ресурс. Почему на этой цифре останавливаюсь очень подробно? По одной простой причине. Ранее у нас существовали отношения с управляющей компанией и сумму долга, которая существует на сегодняшний день, я озвучил. Вопрос к жителям напрямую мы не задавали, поскольку жители платили в управляющие компании, и управляющие компании как-то там рассчитывались с нами. Мы эту историю пережили и начали работать напрямую с населением. Значит, уважаемые господа, 46 миллионов – это очень много. Это примерно четверть от объема, оказанной нами услуги за артопитный период. Это четверть населения города просто не заплатило за оказанную услугу. Но не все жители Артемовского городского округа являются злостными неплательщиками. Многие проявляют сознательность и стараются не только погасить имеющиеся долги, но и, что немаловажно, не влезать в них вновь. На начало перехода обл. коммунерга на прямые поставки процент сбора составлял чуть больше 40%. В настоящее время, а именно в летний период, процент сбора не опускался ниже 95% в среднем. То есть даже в некоторые месяцы процент сбора был больше 100%. Это говорит о том, что люди понимают всю ответственность за то, что необходимо оплачивать и долги, и текущие платежи. Они приходили и оплачивали денежные средства за поставленный ресурс. Артемовская прокуратура постоянно отслеживала ситуацию как с платежами, так и держала на контроле вопросы неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей управляющими и энергоснабжающими компаниями. В общем, можно сказать, что в сфере ЖКХ в ходе подготовки и отопительного сезона 2013-2014 года выявлялись прокуратурой нарушения. Данные нарушения выявлялись как в органах местного управления, так и у поставщиков энергоресурсов, так и у управляющих компаний. По результатам проверок прокуратуры принимались адекватные меры реагирования, направленные на восстановление нарушенных прав потребителей. Конечно же, всегда есть недовольные. Присутствующие внимательно выслушивали все стороны, поскольку разобраться в ситуации жизненно важно и поставщикам, и потребителям. Начисление за летний период поставили население в тупи. Как же так? За непредоставленные услуги в графе отопления стоит ноль. А как платишь, умышлятшие деньги. Население, тем более малограмотные старушки, в недоумении, за что они должны платить. Ну что, область коммунэнерго хоть считывает 9 нды и ставит проценты собираемости. А нам от этого не решат. Однако обмениваться взаимными оскорблениями и обвинениями вовсе не решение проблемы. Всегда есть место диалогу. Если есть вопрос ко мне, пожалуйста, приезжайте. Сформулируйте только вопрос и приезжайте. Мы их с вами обсудим. При этом попрошу вас тогда, если вы выступаете от лица населения, скажем так, от какой-то группы потребителей, вы тогда оформите надлежащим образом свои представительские полномочия. И давайте мы с вами в режиме диалога еще там как-то, да, это обсудим. Общественность также указала на те нарушения со стороны управляющих компаний, которые были выявлены в ходе подготовки к отопительному сезону. Когда Василий Николаевич Гвозденко доложил о том, что нет ни одного автоготомности, жилья в приемке, тепла, значит, это нас очень насторожило и очень расстреложило. Поэтому мы просто были вынуждены информировать об этом прокуратуру. Жилья в море сейчас не будет по графику, так как нет ни приема, ни одного автоготоготого сезона. Уже не раз был подчеркнут тот факт, что в дома, учреждения и предприятия, которые не подготовились должным образом к подаче тепла, энергоснабжающая компания имеет полное законное право это тепло не подавать. В свете последних событий жителей Артемовского городского округа волнует главный вопрос, а будет ли тепло? Ну, смотрите, вы совершенно правильно сказали, что это жители беспокоят, и мы это беспокойство разделяем, и нас это беспокоит в не меньшей степени. Естественно, ту работу, которую должны были проделать управляющие компании, товарищества, собственников, или иные какие-то формы организации, которые управляют жильем, то, что они не сделали, естественно, это должно привести к тому, что мы не будем подавать тепло, но жители-то в этом не виноваты. В любом случае мы будем подавать тепло жителям.